Пришли во французскую деревню. Здесь можно обожраться. У нас так пляшут везде. Везде, на каждом углу. В результате миллион аттракционов все это бесплатно. Первая загадка. Это добрый знак или нет? Как только здесь пиво стоит. Мы, короче, в коммунизм попали. Католический собор. Пиво набивают. Оставайтесь здесь на ныне. Жестко во французской деревне. Нашли вьетнамский общепит за 205 донгов. Шведский стул. Ешь сколько хочешь. На метр тридцать. Алену может пропустим на метр тридцать. Не получало. Не получилось. Я вам хочу сказать, что здесь можно обожраться. Вот такое количество холодных закусок, салатов, овощей. Различные супчики. Обратите внимание, какими пиалочками они кушают. Не тарелками литровыми, а небольшими пиалочками. Поэтому все такие стройные. Рис, лапша. Вот эта лапша Ваню покорила. Говорит, что это лучшее, которое он ел. Здесь уголок, я так понимаю, с фруктами, с десертами. Мы до него еще не добрались. Мы это сделаем обязательно. Вот, здесь круассанчики маленькие. В китайском стиле. Машрум, мясо с грибами. Овощи. Вот эти роллы бомбические. Спринг ролл с креветками и мясом. Уже три раза к ним подходили. А здесь получается открытая кухня. И можно по своему усмотрению заказать. Но надо чуть-чуть владеть либо китайским, либо вьетнамским, мне кажется. Потому что... Можно. Ты заказала здесь себе супчик? Да. Вот мило, наверное, таки разобралась. На самом деле, приготовлено очень качественно. Просто вкусно, вкусно, вкусно. Вот такая вот история. Еще похожая на тропингриль в Будапеште. Тоже фиксированная плата. Единственное, что там еще и алкоголь входит. А стоимость посещения... Ну, правда, стоит тоже в два раза дороже, чем здесь. Здесь напитки, кроме чая, водичка, кола, фанта, ходит бесплатно. А если хочется накатить, как вот этим ребятам, то нужно будет заплатить. Сколько здесь пиво стоит? Нормальные цены. 30 тысяч, 30 тысяч, 40 тысяч. В принципе, стандартные. Стандартные цены. Даже не упустите такую возможность вкусно покушать, провести время. В нашем случае тут дождик пошел. Мы как раз сейчас скоротаем, покушаем и будем готовы дальше знакомиться с этими великолепными местами. Чай-кофе, к сожалению, не предусмотрен. Его не только холодные, мне сказали. Тарелочку дегустанционную я собрал. Все уместить не смог, честно. Но, на мой взгляд, такие интересные штучки должны быть. Какой-то местный чизкейк, датская булочка. Как тебе любимая вообще здесь? Видите, даже разговаривать не может ребенок. Вкусненько? Понятно, да? Без слов. Пришли его французскую деревню, а выступают наши люди. Пусть приглядись вот немножко, но звуки ножки портошки. Блажали, любви и помеха, и нарезав всем на аптеку. Бежный сигнал на работе, в день шуток вам найдете. Да! Удивите, маленькие шутки, ваше шутки, ваше шутком балуете. Что штучком балуете, народ? Вот так, наши люди тут кормят всех вкусно, да? Кавказ в Баку. Вот так, жестко, во французской деревне. Такий Кавказ – это Россия. Россия. Спасибо! Вот так вот. Наших девчонок и ребят ничего не смущает. Ай, молодцы! Ну-ка, девчонки, покажите класс. О-о-о! Неожиданно! О-о-о! Неожиданно! Если вы хотите взять номер за 435 денег всего местных, на три часа, или вдруг сильно впечатлились, и вам нужно уединиться, то можно сына оставить погулять, а самим пойти отдохнуть. Кроме огромного количества ресторанов и развлечений, есть католический собор. Добрый день! Покажите, что я не могу. Добрый день! Я не могу. Я не могу. бесплатное пиво. Встречаем вот такую штуку вот этих ребят из Франции и идем искать пир плаза, потому что мы их удачно сложили уже и забыли про них. Сейчас мы попробуем их отоварить, попробуем местное пиво. Чтобы мы понимали, это не сказочный городок, то есть он сказочный, но построен был в 1920 году еще. Во время войны он был заброшен, никто им не пользовался. А сейчас молодцы, тут строительство идет полным ходом, и наши ребята выплясывают. Столпотворение. Китайцы офигели, конечно. А чтобы вы понимали, у нас так пляшут везде, везде, на каждом углу. Молодцы, ребята! Судя по цвету волос, опять наши девчонки. Они целый день пляшут, поэтому такие стройные. Для того, чтобы отоварить тикет, необходимо сесть за столик и вам его принесут. Но почему девчонки стройные, понятно. А почему вьетнамцы стройные, знаете? Потому что они кушают рис, много риса. Порядка 170 килограммов в год съедают риса. Представьте себе на минуточку. Бьют вьетнамский кофе с изгущенным молоком и не полнеют. Много работают, рано ложатся спать. Наряды у вас, конечно, немецкие. А говорим по-русски, да? Конечно. Как вам здесь? Очень хорошо. Прикольно? Да. А вот мне интересует вопрос. Во Вьетнаме средняя зарплата 250-300 баксов. И вы за эти деньги здесь работаете? Да, в Вьетнамцы. Молодцы! Работаем как немцы. За вас! Ура! 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 Так, ребята, первая загадка. Мы оставляем здесь валюту той страны, где мы живем. Ух ты! Это добрый знак или нет? Ваша задача отгадать. Кто первый отгадает, тому приз. И так мы будем делать всегда. Готовы? Давай. Огонь. Поверьте, эта денежная единица вас удивит. Единичка. Понятно, что это единичка. А вот какой страны это единичка, вы нам расскажете. Местным, которые нас знают, не зачет, не считается. Непонятная шайтан машина. Она, по-моему, потеряла. Да нет, она по времени не стоит. Как это? Только что же длиннее. Да, надо потерять. Ага. Опа! 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 Тут ребята разбираются. Видишь, какие молодцы. Да-да, вот на эту кнопочку надо нажать, и оно сработает. Вот это представление. Все развлекалки находятся на минус третьем. Да-да. Минус третьем, да? А сверху, как бы, ничего не предвещало. Free. А, это бесплатно. Еще и бесплатная каталка, вообще. Мы, короче, в коммунист попали. Ален, давай тебя запустим туда, на стенку пока. Конечно. Да, конечно. Ну так, друзья, сейчас мы это сделаем. Я буду крепко держать, очень сильно. Нет? Окей. О-хо-хо! Вьетнамские страшилки. Конечно, такое себе можно не ходить. Сейчас попробуем Ваню напугать по-русски. Это было самое страшное. В результате миллион аттракционов, все это бесплатно. Невзирая на то, какое количество людей, очередей, по большому счету, на эту прыгалку только разве что, кинотеатр есть. Может, вьетнамское кино сходим? Мы возвращаемся назад и сейчас можем дать советы по посещениям. Первое, это нужно приезжать ранее, потому что вы платите деньги за подъемник и за все посещения ресторанов и развлекательных садов. Алена говорила, что за посещение ресторанов вы платите, вы платите отдельно. Все остальное совершенно верно. Если есть такая возможность, оставайтесь здесь на ночь. Для того, чтобы никуда не спешить, сфотографироваться вечером, погулять по улочкам не спеша. Утром раненько может быть рассвет, здесь встретить и сфотографировать. Не знаю. В этой поездке мы, к сожалению, этим не можем поделиться с вами, но в следующий раз обязательно сюда приедем и останемся на ночь. Что еще? Берите одежду разную, потому что, например, был дождь. Сегодня внизу было жарко, солнце болело, было очень жарко. Меняется по городу, это действительно так. На входе еще раз не отказывайтесь от бесплатных колончиков на пиво. Пиво наливают в ресторане пиво, совершенно бесплатно. Русские ребята-аниматоры, может быть, конечно, не будут меняться, но сейчас веселая компания ходит, развлекается, всеми чокается, поболтали. Тоже очень сильно были удивлены, услышав русскую речь. Ну, на видео вы непонятно увидите русскоговорящих. Очень мало туристов в этом районе, а зря. Какое-то быстрее вам нужно посетить этот город, потому что сейчас цена у него достаточно недорогая. Относительно. 700 тысяч донгов. А вот, а планируют повысил несколько раз, поэтому вам срочно нужд другого века. Согласно рекламе, с конца года цены будет миллион пятьсот, а это уже получается в два раза дороже, это где-то 70 долларов, наверное. человек. И еще очень важно, когда вы только с подъемника поднимаетесь, вы ходите в второй ресторанчик, опознавательный знак, катушки на входе цветные. Вот это можно посетить. Можно сделать красивую фонечку. У нас в инстаграме вы ее увидите обязательно. в Вьетнамской вкусняшке. Выше ожидаемые, однозначно. Просто от груза. Единственное, что там только есть напитки. Ну и водичка включена. Все остальное. Не забывайте, пожалуйста, ставить нам майки. Подписывайтесь на мой канал. Советовать нас, вашим друзьям. До встречи. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.